Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год — это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Это третий раздел книги «Шимот. Исход». И назван это как положено. Вы знаете, что глава начинается по первым словам отрывка. «Вайомер ашем эль маше бо эль баро. И сказал Господь Моисею, войди к фараону». Это с 10 главы 1 стих по 13 главу 16 стих. Итак, вы знаете, в жизни каждого человека, тем более народа, существуют особенные дни. Эти дни, которые не просто рассказывают историю, но которые служат отправными точками в дальнейшем повествовании. Ну, например, мы родились. Это точка, когда мы появились на свет, и вот начался наш жизненный путь по всему вот то, что мы называем жизнь. В истории Израиля происходили такие важные моменты. И они все, практически все касаются непосредственно Священного Писания, они касаются Торы. И история Израиля непосредственно связана с Торой. И мы помним, что возникновение Израиля связано с Авраамом. И мы знаем, что, скажем, вхождение в свое призвание начинается с исхода. Исход. Очень часто мы говорим праздник Песок. И в этой главе как раз рассматриваются две последние казни. Это три казни. То есть это саранча, тьма и смерть первенцев, то, что мы называем, ну и потом, что мы называем Песок. Потому что очень часто вот Песок, он является частью исхода. Понимаете, да? То есть исход он состоял из Песок и потом был исход. И вот в чем интересный момент. Если другие, мы рассматривали, вот на прошлой неделе мы говорили тоже, комментировали главу, говорили о казнях. И о казнях египетских, так называемых, когда Бог являл свою милость и суд для Египта. Мы можем увидеть очень интересный момент. Определенный, вот на определенного момента Израиль ни в чем не участвовал. Ну как, Бог сказал, будет саранча. Саранча пролетела. Израилю не надо было евреям устраивать на полях танцы, петь песни, чтобы прилетела саранча. Или там выйти на поле, плюнуть и попадал скот. То есть, Бог сказал, произошло. Но последняя казнь, то, что Он сказал, смерть первенцев имела непосредственное участие, ну, в ней имели непосредственное участие евреи как народ. И вы помните, что произошло. Потому что каждый год мы собираемся на пасхальном седере и говорим, да? Мы говорим, что мы были рабами в доме фараона, но Господь крепкой рукой вывел нас из Египта, да? Ну и потом, конечно, мы покушали, как всегда. Итак, смотрим, что же происходило там. Бог сказал Моисею, чтобы каждая семья, они взяли себе по агнцу из ягненков или молодых козленков и совершили жертвоприношение. Взяли кровь, намазали косяки на косяках дома. И тогда в полночь ангел смерти, он пройдет мимо тех домов, в которых будет этот знак крови. А там, где не будет этого знака, он войдет и убьет первенца. Из скота, из людей, вы понимаете, да? И вот интересный момент в этом плане. Потому что если бы Израиль не послушался, если бы евреи, если бы наш народ не сделал бы это, то ангел-губитель вошел и в еврейские дома. Вы понимаете? Очень часто мы думали, что это так тоже произошло. Ну, Бог сказал, так будет, оно произошло, все хорошо. Нет. Понадобилось и какое-то действие. И я вот размышлял о таком, ну, в будущем мы уже, конечно, смотрим, что когда произошел исход с Израилем, вышли другие народы. Какой-то народ, то есть кто это были люди? Вероятно, те, которые сделали то же самое, что сделал Израиль. Они увидели силу Божью, они увидели и захотели стать частью этого народа. И вот история Песоха – это время исхода. История явления Божьей милости, явления Божьего суда, исполнения Божьих пророчеств. И наступил момент, который не более-менее важный. Израиль должен был что-то делать. Мы ждем, что Бог порой сделает за нас. Мы, Бог сказал, будет так, и мы сидим на диванах, ну, в лучшем случае, ждем. Но Писание говорит, что вера есть осуществление ожидаемого. Мы осуществляем это. Не Бог осуществляет, мы осуществляем. А Бог, Он не видим, но мы в нем уверены. И вот Песох – это и есть время веры. Время веры. Этот год наше общение называет, у нас есть такая традиция, каждый год мы посвящаем какому-то направлению. Это время ожидания и веры. Но ожидание не означает наше сидение. Мы ждем, что вот что-то наступит. Ожидание означает активный поиск, действие. И тогда приходит Бог. В Писании говорит, стучащему отворя, да, ищущий найдет. Так или нет? Если бы во время Песоха, вот во время этой последней казни, Израиль не послушался Бога и не сделал то, что сказал Господь, ангел смерти вошел бы в еврейские дома. И, знаете, мы смотрим на будущее через призму прошлого. Мы можем видеть будущее через призму прошлого. Мы можем видеть в настоящем прошлое, которое в будущем станет нашим настоящим. Время – это такой универсальный механизм. То, что было, то и будет. И как бы мы ни говорили то, что вот это было вчера, или это сегодня, это уже было вчера. И сегодня мы можем находиться в той же самой ситуации. Знаете, как Израиль возопил к Богу. Почему Израиль возопил к Богу? Потому что было плохо. Потому что наступило рабство, их начали притеснять, началось плохо. Израиль возопил к Богу, и Бог ответил. Он послал Моисея, он послал Моисея, пришел Моисея и стало еще хуже. Потому что, вы помните, когда начались казни, что сказали старейшины? Старейшины сказали очень просто. Зачем ты пришел? Хуже стало. Что ты делаешь? Еще хуже. И вот в нашей жизни мы хотим чего-то хорошего. И мы начинаем просить у Бога. Бог, я хочу войти во что-то. Я хочу стать, кем ты мне сказал. Я хочу совершить вот это. И Бог начинает делать. Но Он начинает делать с казни. Он начинает освобождать нас от внутреннего Египта. Он хочет, чтобы мы вышли из наших проблем, чтобы мы вошли в землю обетованную, чтобы Он нас вел в ту землю, которую Он нам приготовил. Потому что часто мы считаем, что наше призвание – это стоять вот здесь, говорить и ничего не делать. Может быть, у кого-то это есть призвание. Но Бог говорит, нет, ничего просто так не бывает. Физика, законы физики, знаете. Есть законы тернодинамики, да, из ничего ничего не может быть. То же самое и здесь. Чтобы что-то произошло, должно что-то, мы должны приложить усилия. И вот, когда мы начинаем просить у Бога о чем-то, приходят вот эти казни, которые освобождают нас, которые приносят нам свободу. И потом наступает момент, когда мы должны что-то начинать делать. Мы должны отвечать на призыв. Как Израиль ответил во время Песоха. Это мои мысли, потому что, знаете, каждый из нас проходит свои этапы. Потому что, может, и я сейчас нахожусь в таком этапе жизни, когда нам необходимо знать Бога, нам необходимо слышать Его, и нам необходимо делать для Него то, что говорит Он. А не то, что нам кажется правильно. И что произойдет дальше? Знаете, мы просим о пробуждении. Мы просим о пробуждении Израиля. Мы просим, чтобы еврейский народ покаялся. Мы просим, чтобы евреи Одессы познали Господа. Но, знаете, пробуждение начнется тогда, когда мы встанем и пойдем. Когда мы понесем им эту благую весть, которая уже принесена. Когда мы им откроем то, что уже открыто. Когда мы покажем им царя Иудейского, который является Песохом. Потому что в послании Коринфянам там и написано, что наш Песох Ешоа, Машеях, который был закон за нас, он наш Песох. И вот эти праздники, они существуют как указатели на дороге жизни, которые говорят, остановись, познай, что я Господь, посмотри по сторонам, увидь того, кто не знает, помоги ему выйти на правильный путь и иди с ним вместе. И вот эти дни, они особенные. Песох, это та точка вот этого движения в жизни каждого нас, в жизни Израиля. И когда мы размышляем над Песохом, мы можем увидеть нашу жизнь и наши проблемы в свете Писания, в свете истории, в свете того, в свете того, в чем мы нуждаемся измениться. Я еще раз повторюсь, мы просим о каком-то пробуждении, мы просим о чем-то, имея какие-то представления. И вы знаете, может быть, сейчас положение в нашей стране это ответ на наши молитвы. Потому что по-другому мы не смогли бы выйти из какой-то ситуации, мы не могли бы выйти и выйти в то, что хочет приготовить для нас Бог. Когда наш взгляд будет направлен только на Него. Когда мы будем понимать, что ни от денег, ни от каких-то политических сил, ни от каких-то непонятных вещей не зависит наше настоящее, и тем более наше будущее. Наш Песох – это Господь. И когда мы, как народ Божий, приходим к престолу Богодати, приходим к этому агнцу, который был заклан, который умер и который воскрес, мы начинаем видеть. Как спросила, помните, что ты хочешь от меня? Хочу видеть. Хочу видеть. И когда он прозрел, он, наверное, увидел то, чего он не хотел увидеть. Он увидел реальность. Но кроме того, он пошел дальше и понес слово свое. Он понес слово Божье дальше. Хорошо. Время, знаете, имеет такую тенденцию заканчиваться, завершаться в определенные какие-то этапы. И подходит завершение моего комментария. Но что бы я хотел пожелать прежде всего для себя? И для вас. Потому что мы все одна семья. Но знаете, когда ты читаешь Писание, легче всего посмотреть, сказать, так, это для тебя, это для тебя, а это для вас. Ну, а это будешь благословенным для меня. На входе, на выходе это для меня. А для вас вот кайся и меняйся. Но прежде всего Писание должно быть направлено для себя лично. И через призму дальше. И вот что я бы хотел быть для себя? Да, знаете, Писание говорит, что много, мало делателей. И мне хотелось бы стать этим делателем, который ответит на Божий призыв. Хотелось бы, чтобы Песох, он произошел, потому что мой дом будет, вот эти знаки крови, они будут говорить всему миру, оно будет говорить преисподней, что Бог, Он спаситель, Он Бог моего дома. И чтобы в вашей жизни, на ваших косяках домов была кровь Мошеаха. Хорошо. Спасибо. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиех, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год это послание к евреям. 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере они будут приводить и приводить к большим переменам. КОНЕЦ КОНЕЦ